Девушки отдыхают Общительные, маленького роста, представители этой расы часто воспринимаются несерьезно, хотя они иногда бывают свирепы. Их высокие голоса и миловидная внешность вызывают у более высоких рас желание встать на их защиту. Они похожи на детей, играющих во взрослых. Однако время от времени с кем-то из Йордлов могут случиться такие перемены, что даже при своих небольших размерах он будет внушать ужас в сердца людей. Вейгар именно такой необычный Йордл. Он мастер черной магии, искажающей космическую энергию, что делает из него одного из самых ужасных волшебников Валорана. В детстве Вейгар был обыкновенным Йордлом, и только одно отличало его от собратьев – он очень интересовался миром вне Бандл-Сити. Молодой Йордл проводил много времени, изучая остальные части Валорана, и воспользовался случаем, когда появилась возможность работать в компании, торгующей с другими крупными городами-государствами. Увы, обстоятельства сложились неблагополучно, как для него, так и для остального мира. Сделка с Наксианским купцом превратилась в авантюру, которая закончилась плохо. Вейгар и его товарищи за это поплатились. Он был арестован и провел много лет в Наксианской тюрьме. Такое уединение очень опасно для Йордлов. Наверное, именно поэтому жестокие палачи приняли подобное решение, и Вейгар постепенно сходил с ума. В конце концов, ему удалось бежать, но тогда он уже был извращенной копией самого себя. Вместо того, чтобы вернуться к своим в Бандл-Сити, он записывался в ученики к всевозможным темным колдунам. Сосредоточенный на своем безумии, он быстро стал опасным, могущественным и самостоятельным колдуном. Однажды он даже попытался украсть материнский корабль, но, к счастью, Тимо его успел остановить. Об этом событии, а также о самом Бандл-Сити, более подробно вы можете узнать в седьмом выпуске. Сейчас он пытается прекратить конфликты в Валоране, поставив на колени все города-государства, независимо от их принадлежности. Лига Легенд – превосходный инструмент для осуществления этой цели. Заключение в Ноксусе сыграло ключевую роль в жизни Вейгара. Ноксус, как вы уже могли узнать из второго выпуска, один из двух самых влиятельных городов на Рунтере. Сейчас у власти находится Джерихо Свейн. Первое упоминание о Свейне содержится в записках врача, работавшего тогда в одном из ноксианских лазаретов. Согласно им, Свейн без единого звука зашел в приемную с тяжелым открытым переломом ноги. На его плече недвижно сидела небольшая взъерошенная птица. Невозмутимость этих двоих потрясла доктора до глубины души, это нашло отражение в записках. Особо заслуживающим внимания он счел ледяной просчитывающий взгляд юноши. Он был спокоен как во время беседы с доктором, так и в ходе лечения. Большую берцовую кость Свейна следовало выровнять с помощью песчаных противовесов, а малую болезненно вправить. Юноша молча все это перенес, после чего выслушал известие о том, что его нога неоперабельна, и отказался от лечебных магических процедур. Единственное, что он попросил у доктора, стал запасной костыль в придачу к уже выданному. Получив его, юноша медленно ушел в неизвестность. В большинстве случаев искалеченный юнец не нашел бы себе места в гордой армии Ноксуса, лице нации, и был бы с позором изгнан. Тем не менее, документы указывают на то, что Свейн смог пробиться. Более того, он начал карьеру с офицерского звания. Вскоре мотивы Ноксианского командования стали ясны. Этот новый военный компетентен настолько, что все, кто когда-либо находился под его руководством и при этом смог выжить в проводимых им операциях, испытывают к нему глубочайшее уважение и преданность. Стремление находиться под командованием Свейна достигало порой таких высот, что зачастую его карьерный рост осуществлялся за счет прошения высшестоящих чинов о разжаловании с целью поступить в распоряжение Свейна. Однако, не стоит считать это единственной причиной его стремительного подъема. Каждая проведенная операция Свейна была действительно успешна и приносила ему все новые награды. Хитрый стратег в каждом бою был первый в рядах своей армии, прихрамывая и наблюдая, он вселял ужас в своих врагов. Казалось, его приход к власти неизбежен. Однако, незадолго до вторжения Ноксуса в Ионию, Свейн был внезапно отстранен от службы на неопределенный срок. Это решение командования многих ошеломило и все задумались о возможном бюрократическом заговоре. Сам же Свейн никак не отреагировал на это решение. Из-за его непроницательного выражения лица поползли слухи, что это всего лишь маска, которая скрывает что-то нечеловеческое. Постоянное присутствие птицы на его плече только увеличивали количество слухов о нем. Но его отстранение длилось недолго. Как только Демаси усилило свое присутствие в Лиге, он был возвращен в армию и в скором времени, заручившись поддержкой Верховного Командования, победил Крейна Дарквилла в поединке за лидерство над Ноксусом. Несмотря на слухи о его причастности к скандалу Института Войны в Коломанде, Свейн был назначен Верховным Генералом, самое высокое положение в Ноксусе. В то время, как Верховное Командование приняло его руководство, в Нижних Палатах продолжились споры. Некоторые обвиняют Свейна в участии в бесчестной схеме для получения Коломанды, о которой вы можете узнать в 11 выпуске. Но кто, по-вашему, помогал Свейну подняться на вершину власти? Смотрите следующий выпуск и вы узнаете! Видео создано командой xdelete, специально для lolgame.ru Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наши каналы на YouTube, Twitter, Public, VK, а также RaidCall.